Добрый день, у микрофона Анастасия Жигулина, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Данилов, поэт, писатель, драматург, автор известной пьесы «Человек из Подольска» и многих других не менее известных пьес. И сегодня поводом для нашего разговора стал новый роман Дмитрия «Саша, привет». Ну, это только повод, естественно, мы будем говорить шире, мы будем говорить и о роли писателя в современной России, в современном мире, мы будем говорить о многих других важных вещах. Ну, по поводу романа, я сразу для слушателей уточню, это роман, где действие происходит в будущем, в тюрьме с очень гуманным содержанием заключенных, с хорошим питанием, с интернетом, и они в этой тюрьме ожидают казни, которая может случиться в любой момент, когда именно они не знают. Это решает машина, это решает пулемет по имени Саша. Я хотела вот с чего. Вы обычно выступаете против какой-то универсальной трактовки своих произведений и оставляете критикам, читателям, режиссерам, которые будут ставить определенную творческую свободу в этом смысле. Поэтому того же человека из Подольска, например, воспринимали очень по-разному. Кто-то считал, что это такая критика современной реальности, кто-то считал, что это очень жизнеутверждающая пьеса, которая рассказывает о том, как человек должен не прожигать свою жизнь, а проживать там каждый момент. Но, Саше, привет, мне кажется, немножко другая история. Это все-таки антиутопия, то есть это все-таки определенная критика. Давайте начнем издалека. Расскажите, как появилась идея именно такая. — Добрый день. Идея появилась, я уже всем про это рассказываю, я совершенно случайно наткнулся просто по какой-то ссылке на известный очень текст Виктора Гюго, если я не ошибаюсь, он называется «Записки приговоренного к смерти», как-то так. И он на меня произвел очень сильное впечатление при всей своей простоте, казалось бы. Ну и просто как-то возник какой-то импульс написать что-то на эту тему, на тему смертной казни. Не потому, что это мне кажется общественно важным, хотя это важная тема, конечно, а прежде всего потому, что мне показалась очень трагичная такая экзистенциальная ситуация. Человек в ожидании смертной казни, ну я придумал такой сюжет вымышленный, конечно, можно сказать такой антиутопический, вот, где действие происходит в каком-то очень недалеком будущем, вот, где действительно возвращена смертная казнь за какие-то, на наш взгляд, на нынешний наш взгляд, какие-то совершенно незначительные вещи. Вот, и мне интересно было попробовать понять, подумать о том, что человек чувствует в этой ситуации, когда над ним висит этот дамоклов меч, когда он опустится, он не знает. Вот, то есть мне это было интересно прежде всего с психологической точки зрения, а не с какой-то социальной. То есть речь о критике, ну просто мы привыкли, что антиутопия это критика определенная. И вот, кстати, я даже подумала о том, что если это связывает с какой-то критикой, то это даже критика, наверное, не российского общества, а скорее вот эти вот тенденции. Ну, мы же говорим о том, что в этом романе очень строгие новые законы, которые, по сути, наказание предусматриваются за то, что мы сейчас назвали моральными проступками, за нарушение каких-то моральных норм. И это очень хорошо вписывается в историю про критику каких-то новых европейских тенденций, где, по сути, общество, ну пока это на уровне общественного прорисания, где, по сути, общество прорисает вот то, что мы раньше считали какими-то незначительными моральными проступками, которые могут быть на совесть только одного человека. Вот. Об этом вы задумывались, когда писали? Ну, волей-неволей задумывался. Да, действительно, тут приходит на ум так называемая новая этика. Это не только европейская, скорее, в большей степени явление американское, и которое у нас тоже уже набирает силу. Ну, действительно, в определенной степени я продумываю этот сюжет и уже работая на текст, но я, конечно, что-то об этом думал. То есть, как бы у меня не было такого первоначального импульса выдать какую-то критику новой этике, но по факту, наверное, она получилась. Потому что, да, это в большей степени для меня, ну, все-таки, наверное, в большей степени для меня, правда, это ожидание смерти и для вот этого переживания своей смертности, которое может случиться вот буквально каждый день. Вот. Но и действительно о новой этике, о том, что какие-то вещи, которые еще недавно казались чем-то достаточно безобидным, по крайней мере, уж никак не предметом уголовного преследования, они, ну, возможно, они станут очень серьезно как-то наказываться. А вот эта идея вписать туда вот такой второй уровень, если можно так назвать, она пришла в процессе или до написания Роман? Ну, просто мне нужно было героя поместить в какое-то положение, какое-то, ну, не существующее в нашей реальности. Ну, придумалось вот так. Тут, знаете, тоже очень, знаете, очень трудно рассказывать и объяснять о том, как ты придумывал. Ты, знаете, историю собственной мысли не напишешь, она как сам вот вдруг, о, а можно так, а можно так. Что-то в разговорах появлялось какие-то, что-то, буквально у нас там какие-то идеи относительно этого текста, меня там просто в разговорах с женой там привели, что-то обсуждали, о, можно так. Ну, то есть тут трудно об этом рассказывать, ну, как придумываешь, думаешь, думаешь, в итоге придумываешь. Я почему еще спросила, потому что пыталась понять, насколько вы считаете вообще такую перспективу реалистичной. Понимаю, что это не совсем к писателю вопрос, потому что писатель придумывает нереальность, а какое-то местодействие. Но все равно, вот если отходить немножечко от вас, как писателя, то как человек, вы считаете реалистичной подобной перспективы? Я думаю, что частично да, потому что вот это тоже тема, кстати говоря, в книге получила свой голос, тема тотального контроля. То есть сейчас впервые в истории человечества появились технологии, которые позволяют установить тотальный полный контроль над каждым, над каждым человеком. Ну, я имею в виду, жители все-таки таких, конечно, развитых странно, наверное, в африканских джунглях там можно куда-то деться. А вот в современном большом городе и небольшом тоже человеку деться некуда. Жизнь человека сейчас полностью как на ладони. Все видно, видны все его перемещения, известные все его взгляды, что ему нравится, что не нравятся, все его покупки, траты, сколько у него денег на счету, сколько он потратил, сколько он заработал, насколько законно он это сделал. Вот, все, в общем, жизнь человека стала абсолютно, вот, вся, как под микроскопом видна. И это такая ситуация впервые в истории человечества возникла. Вот. То есть это ситуация контроля, с одной стороны, вроде бы мягкого и вроде бы, ну, вот если мы возьмем, допустим, современные западные страны, ну, вроде бы там люди живут, им ничего не угрожает. Они живут и под этим контролем ничего с ними страшного не происходит. Но сами по себе эти технологии и то, что они внедрены, потому что сейчас мы все с вами находимся под прицелом камер непрерывным, когда находимся в городе или едем на машине, вот. Мы все пользуемся электронными платежами, мобильной связью, мессенджерами, все это фиксируется, сохраняется. И, с одной стороны, вроде бы, пока это никак против людей не используется, но это может быть использовано. Если технологии есть, они рано или поздно как-то будут использованы. Вот как эта история покажет. То есть определенная угроза в этом есть? Да. Мы должны этого опасаться? Я думаю, что мы стоим на пороге, и даже мы уже этот порог так бодро переходим на пороге нового тоталитаризма, по сравнению с которым вот старые виды тоталитаризма будут нам еще казаться такими достаточно безобидными. А вот связан ли тоталитаризм как раз с новыми нормами? Может быть, ну, новые нормы вообще воспринимаются как просто новые правила игры, по которым мы все действуем, и достаточно безобидная вещь. А вот, включая это в контекст антиутопии, вы, скажем так, нагнетаете немножко. Есть такое? Ну, все взаимосвязано. То есть, с одной стороны, с одной стороны, вот эти средства контроля и средства фиксации. То есть, понимаете, если раньше когда-то человек мог неосторожно бросить какое-нибудь высказывание, были большие шансы, что его не услышат, не запомнят, забудут, не примут его внимания. Сейчас любое высказывание фиксируется, интернет, как известно, запоминает все. Вот, и, в общем, и это с новой этикой тоже связано. То есть, как бы, любого человека можно привлечь из-за какое-то неосторожное, с точки зрения новой этики, некорректное высказывание. Сейчас мы опять возвращаемся к тому, что высказывание, то есть, слово и мысли опять становятся преступлениями. Мы это все помним по нашей советской истории. Я сам вырос в Советском Союзе, я прекрасно помню, были так называемые мысли преступления. Если ты не поддерживал коммунистическую идеологию, и уж тем более, если ты против нее как-то устно возражал, ты был просто преступником, ты был вне закона. Сейчас это возвращается. Сейчас опять стали за слова, как бы, слово человека может стоить ему карьеры, например. Пока еще речь идет о карьере. Допустим, ну, у нас, я не знаю, но у нас тоже какие-то примеры стали появляться. Ну, в Америке это уже давно тенденция, что выясняется, что, там, 30 лет назад человек, допустим, себя некорректно вел в сексуальном плане, склонял кого-то к сексу. Там, продюсер склонял актрису. Через 30 лет это всплывает, и все, человек лишается карьеры. Вот. Ну, это, допустим, это, конечно, отвратительное явление, когда, пользуясь властью, человек склоняет кого-то к сексу. Это понятно. Ну, как бы, то, что сейчас это становится предметом уже прям буквального преследования, ну, это так немножко наводит на мрачные мысли, конечно. Вы упомянули сейчас, ну, вы сравнили с Советским Союзом то, что происходит сейчас. Я так понимаю, ну, вы так вообще или сказали, что не только в нашей стране, но вообще по всему миру. Я вспомнила, что я переслушивала ваше с Татьяной прошлогоднее интервью, и вы тогда сказали, что на тот момент степень давления на авторов в нашей стране, она еще не такая, как в Советском Союзе, и, в общем-то, достаточно свободна. Вот спустя год что-то изменилось? Я думаю, что нет, не изменилось. Да, действительно, авторы... Вообще, знаете, я бы не сравнивал, на самом деле, может быть, меня как-то неправильно поняли, я бы не сравнивал то, что сейчас с нами происходит с советским режимом. Ничего общего, на самом деле, нет. Кроме того, что вот опять стали людей за слова привлекать какую-то ответственность. Пока еще не уголовные. Но все равно уже, если раньше ты мог сказать слово, и, в принципе, это так улетало куда-то, и пока это не напечатано, пока ты не выступил с трибуны, или по телевизору, это вроде бы так особо ничего не значило. Сейчас любой неосторожный пост может быть, ну, может создать человеку очень большие проблемы. Но в целом с советским... Я не разделяю мысль, что мы возвращаемся к советской какой-то жизни. Абсолютно нет. Сейчас другая жизнь, другие технологии, другой образ жизни. И авторы, если говорить о литературе, авторы сейчас, ну, в России чувствуют себя достаточно свободно. Понятно, что, наверное, есть. Можно себе представить ситуацию, когда, допустим, автор напишет такую книгу, которую ни одной из нас не возьмется публиковать. Наверное, такое и есть. То есть, если он, ну, перейдет какие-то, может, совсем далекие границы, вот. Но в целом, если говорить так вот в пределах разумного, то сейчас, к счастью, литература не сильно интересует наши власти. Власти литературой не интересуются. Поэтому литераторам никто особо ничего... Их никто не контролирует. В отличие от, допустим, телевидения, кино, вот там все более проблемно. А литераторы в больше или меньше степени предоставлены сами себе. Ну, посмотрим, как будет дальше. За год я каких-то изменений не вижу. Вот, кстати, да, тоже я хотела отметить, и вы меня немножечко опередили, про то, что, ну, вы как автор себя, мне кажется, не специально, просто в силу таких обстоятельств вы часть ответственности снимаете. Потому что к нам приходили театральные режиссеры, и они прямо говорили о том, что драматурги написали, и все как бы свободны, а театральный режиссер 10 раз подумает, а примут ли это в театре, разрешат ли это поставить, разрешат ли это поставить в государственном или не в государственном частном театре. Вот вы, как вам, режиссеры, бывало такое, что говорили о том, что вот у нас проблемы с определенным спектаклем или определенной трактовкой произведения? Нет, я с таким не сталкивался, но я просто ничего такого и не пишу, чтобы я не... Я лоялен к власти, я не призываю к ее свержению, не критикую ее особо, поэтому я ничего такого рискованного, в принципе, не пишу, чтобы вот могло как-то театру создать проблемы. Но я вполне допускаю, что с работами других драматургов, которые поднимают более острые такие именно вот актуальные проблемы, наверное, у театров могут быть проблемы. Потому что театр... Вот просто книга вышла, это более-менее никого не волнует. Театр уже... Театр... У нас большинство театров государственные, театру вообще без господдержки жить тяжело. Это, кстати, не только в России, но и в Европе. В Европе большинство театров тоже государственные. Вот. Там уже есть контроль, там они отчитываются перед культурным ведомством государственным, перед Минкультом и его подразделениями. Там уже сложнее. Поэтому я понимаю, что с пьесами других драматургов, наверное, могут быть проблемы. С моими проблем не бывает. К счастью. А не пишете? Это какая-то внутренняя самоцензура? Или просто вас не трогают темы, которые связаны с политикой? Нет, меня как-то не особо трогают. У меня больших эмоций как-то не возникает. То, что происходит в текущей политике как-то... Для меня это... Для меня это не является источником эмоций серьезных. Я спокойно отношусь. Не было такого, что вы услышали какой-то новости прям внутреннего негодования, захотелось его творчески выплеснуть? Ну, большого нет. В принципе, все так достаточно предсказуемо. Я понимаю, что есть некоторые правила, по которым наша реальность живет. Они очень такие... У меня к этим правилам много таких внутренних вопросов. Но, с другой стороны, я на них никак повлиять не могу. И поэтому я особо не волнуюсь. Главное, что нужно о том, что ты можешь контролировать, за что ты отвечаешь. Я не контролирую наши власти, их решения. Поменять их я не могу, повлиять на них не могу. Почему о них беспокоиться? Меня, пока меня не касается. Такое, знаете, я сейчас говорю ужасные эгоистические вещи. Я понимаю, что в нашей культуре принято, знаете, там сердцем болеть за весь мир. Я за весь мир сердцем не болею. Я понимаю, что у нас наша система, так скажем, мягко очень несовершенна. Чтобы рвать на себе волосы из-за этого, надо жить. Какая она есть, такая есть. Надо с ней как-то возможность достойно жить. Все, это единственная моя задача. Но при этом ваше произведение очень часто трактуют в политическом ключе. Нет ли тут парадокса? Ну, так бывает вообще. Мне это даже, в общем-то, мне нравится в том плане, что это говорит о том, что я, значит, в своих текстах оставляю большой простор для трактовок, для интерпретации. Это хорошо. Если текст однозначный, если его можно интерпретировать строго одним, единственным образом, но это значит, что он, наверное, беден смыслами. Поэтому мне это даже нравится. Я сам этих политических смыслов не закладывал, но то, что люди их там обнаруживают, это здорово, это интересно. Пусть и такие будут смыслы. Я предлагаю прерваться ненадолго. Я напомню, что я разговариваю с Дмитрием Даниловым, писателем, поэтом-драматургом, у которого вышел новый роман «Саша, привет». Мы после короткой паузы продолжим разговаривать о смыслах этого романа и о роли писателя в наше время. Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной в студии Дмитрий Данилов, поэт, писатель, драматург. И мы разговариваем о роли писателя и роли творчества в наше время, в России и вообще во всём мире. Ну, я хотела немножечко, чуть-чуть ближе к вам перейти. И хотела спросить, вот вам нравится наблюдать, как ваши произведения, те же, ну, может быть, самые известные пьесы, которых, даже не самые известные, а у которых больше всего разных интерпретаций, это «Человек из Подольска» или «Серёжа очень тупой». Вам нравится наблюдать за тем, как по-разному их интерпретируют и сами режиссёры в театрах, в первую очередь? Вы знаете, я сейчас уже стал испытывать некоторую усталость от этого процесса. Мне вот поначалу было дико интересно. Я, более того, я сейчас со смехом вспоминаю, конечно, самый первый спектакль «Человек из Подольска» поставил выдающийся наш режиссёр Михаил Лугаров, бывший художественный руководитель Театра ДОК. К сожалению, он от нас ушёл несколько лет назад. И вот эта самая первая постановка для меня была таким чудом, что я видел, что мой текст ожил на сцене. Для меня это было, правда, каким-то чудом. Я, наверное, на первые пять или шесть спектаклей прям я ходил. Кажется, надо мной уже стали актёры уже смеяться. Они уже... Вы что, вы если сейчас тоже придёте? Это очень смешно. Ни один автор так не делает. Но для меня это было абсолютно новое что-то. Но я с тех пор увидел уже довольно много спектаклей по моим пьесам, по-разному. И сейчас у меня уже, повторюсь, я чувствую некоторую усталость от этого. Я уже не рвусь всё смотреть. Мне уже интересно, только если я знаю, что поставил какой-то классный режиссёр, которого я знаю, или которого я не знаю, но я про него знаю, что он там очень большой художник, или что, может быть, какие-то суперактеры заняты. В общем, какие-то отдельные случаи. Мне тогда интересно, хочется посмотреть. В большинстве случаев, если меня сильно так не зовут, вот там приехать, я уже стараюсь. Потому что, ну, немножко я... Ну, я много их видел в спектакле, к счастью. Я очень благодарен всем, кто их ставит. Ну, их довольно много, вот. Я их много видел. Вот. Но вообще, это... Конечно, это интересно автору видеть, как его тексты воплощаются на сцене. В этом, повторюсь, для меня сначала вообще... Я это как чудо воспринимал. Сейчас уже, конечно, привык. А были ли трактовки, которые... Вот вы приходите, смотрите и думаете, ну, вот этого я точно не хотел сказать. Были, были, да. Такое бывает тоже. Не очень часто это не часто бывает. В большинстве случаев... Знаете, даже, как бы, дело не только в трактовках, а просто, ну, иногда действительно бывает, что очень сильно искажается текст. Вот текст есть, а он до неузнаваемости изменен. Бывает, прям, режиссер, все переписывает. Это бывает тоже так. Не очень часто, но бывает. И иногда... У меня были случаи, я буквально не узнавал, что это вообще мой текст. Что же я сидел, ну, что это я вижу? Почему здесь моя фамилия написана? Непонятно. Это, ну, бывает, что режиссер очень далеко заходит в своем вольном обращении с текстом. Бывает такое, по-разному бывает. Все, я к этому спокойно отношусь. Я для себя вывел такую формулу. Чем больше постановок, тем больше плохих постановок. Они будут. Никуда не денешься. Ну, и хороших тоже больше будет. Ну, вы считаете, и должны быть какие-то рамки, что вот насколько можно интерпретировать произведение, насколько его можно менять? Для вас есть внутренние рамки дозволенного? Ну, какой-то, знаете, четкой границы такой, что вот, знаете, как сейчас принято говорить, красная линия, там, что вот за нее зайти нельзя. Такого у меня нет. Потому что я сталкивался и с очень удачными искажениями. Бывает, что режиссер отходит от текста, но придумывает что-то, что делает спектакль еще лучше, если бы было все буквально. Вот. Поэтому какой-то четкой границы нет. Просто иногда, ну, я чувствую, что, ну, совсем мы с режиссером совсем в каком-то находимся, вообще мы очень далеко разошлись. То есть, как бы, мне важно, и все очень приятно, когда есть некое, скажем так, у нас общее с режиссером понимание вот интонации этого текста, атмосферы текста. Здесь же речь не только идет о точности соблюдения текста. У меня были случаи, когда режиссер слово в слово все воспроизводил, воспроизводил тексту, никаких вопросов. А сама подача была такой, что я просто... Например, в чем это выражалось? Что было не так? Ну, например, допустим, в том, что, ну, допустим, там, не знаю, человек из Подольской, или нет, там, какая, допустим, пьеса, там, допустим, все действие, напряжение всего действия, все действующие лица постоянно, например, все уведено в какие-то песни, в музыку. Хотя я никакой не предполагал никаких песен, никакой музыки. Нет, ну, у меня есть там вот, Сережа очень тупой, там есть, допустим, песня. Да, если не ошибаюсь, человек из Подольска, там есть что-то подобное. Ну, человек из Подольска, там они просто какие-то бессмысленные, какие-то звуки издают. Вот, а есть несколько спектаклей, я просто что-то и видел, что-то не видел, но даже по фото видно, что там какой-то на сцене все время какая-то музыка, какой-то мюзикл делается из этого. Но это я не очень понимаю, зачем это нужно. Ну, с другой стороны. Людям нравится. Ну, это уже, ну, это вот по самой атмосфере, это все, уходит, уходит страх, уходит эта неизвестность. Ну, просто все сидят, прикалываются. Песенки какие-то поедут. Это уже вот не очень. А там, ну, это чувствуется, когда читаешь тексты, например, человек из Подольска, Сережа очень тупой, что там есть определенная мистическая составляющая. Она предполагалась или это особенность восприятия? Предполагалась, да. То есть вам важно, чтобы на сцене эта мистическая составляющая сохранялась? Ну, я рад, когда это есть, когда действительно есть атмосфера неизвестности, атмосфера вот этой, когда люди не понимают, кто эти, вот кто эти полицейские, кто эти курьеры, что они, что они хотят вообще, почему они так действуют. Мне бы хотелось, чтобы эта атмосфера тяжелой, напряженной такой таинственности, чтобы она была. А больше, что ее нет, как-то все понятно. В общем, по-разному бывает. А как бы вы тогда, ну, вот мы поговорили с вами о том, что вы допускаете любые, ну, очень большой спектр трактовок, а как бы вы тогда определили в этом свою роль, роль автора, роль драматурга? Это просто пластилин, из которого можно, ну, вот, получается, пьеса, просто пластилин, из которого можно все что угодно лепить? Или все-таки что-то туда закладывают? Ну, знаете, я в этом случае обычно прибегаю к метафоре, знаете, трубопровода. Вот автор должен создать некую пустую структуру, похожую на трубопровод, систему труб таких сложную какую-то, которые переплетаются как-то, но не наполненных ничем. Вот наполняет их каким-то содержимым, вот, режиссер, актеры, вот, художник, вот, то есть я считаю, что задача автора, по крайней мере, вот моя задача, я это совершенно не навязываю другим авторам, у каждого своя стратегия. Моя стратегия – это придумать некую драматически нагруженную, насыщенную историю с высоким эмоциональным накалом, где будет страшно, где будет тяжело, где будет как-то вот больно будет, вот. А уже вот смыслы именно, какие-то вот эти уже смысловые оттенки – это, мне кажется, дело, ну, в конечном итоге дело читателей и зрителей. Вот смыслы должны рождаться в головах у тех, кто сидит в зале или тех, кто читает книги. То есть, в идеале режиссер тоже должен оставлять вот этот простор для фантазии? Ну, мне бы хотелось, чтобы, да, я не люблю однозначность. Вот если все однозначно, то есть нам, ну, допустим, если брать примеры, допустим, ну, представим себе такую постановку условную, где эти полицейские, допустим, человек из Подольска, представлены, как такие духовные учителя, допустим, которые учат мудрости. Ну, вот если это, нам дали это прямо понять, что они вот такие, ну, учителя, ну, что. Духовные учителя – это тоже не нечто загадочное, они есть как бы. Ну, тогда как бы, ну, ладно. Пропадает интрига. Такое ощущение, ну, ладно, да, вот как тогда, ну, хорошо, и ушел, и, в общем, все. Вот мне хочется, чтобы зрители уходили из зала, ну, или читатели вот закрывали книгу, ну, в такой воззадаченности какой-то, чтобы они такие, так немножко, у них пришибленное должно быть состояние такое. Вот мне нравится, когда возникает состояние, что это было. Вот мы сейчас видели что-то, а что это сейчас было такое. Вот если такое есть, это здорово. А если так все выходят из зала, ну, понятно, ладно, там, хорошо. Ну, вот это мне не очень нравится. Можно ли зрителя в таком случае назвать соавтором? Ну, нет, соавтором, соавтор – это кто вместе пишет. Нет, соавтором нельзя. Зритель – это такой, можно сказать, потребитель. Зритель не соавтор, но он просто, он участник всего процесса в целом. Он участник, но не соавтор. Как бы это все-таки надо разгонять. Соавтор – это кто придумывает и сочиняет. Но зритель – это, несомненно, участник процесса тоже. Тоже важный очень, конечно. Еще хотел один вопрос задать касательно смыслов. Вот то, что касается человека из Подольска. В этом году произошли определенные события, стали больше говорить о полицейском насилии. После публикации определенных видео о ГУЛАГу нет, которые я публиковал, о пытках в СИЗО, в колониях, в Иркутске, в Саратове. И нельзя не вспомнить человека из Подольска, его продолжают ставить, поскольку, ну, как бы, по факту, герой главный тоже сталкивается с насилием. Ну, пусть в такой, как бы, игровой абсурдной форме, но он сталкивается с насилием в полицейском участке. И сейчас эта пьеса стала восприниматься иначе, чем она воспринималась, когда написалась. Вот вам нравится, когда появляются новые смыслы, именно не в силу режиссерской импровизации, а в силу того, что меняется реальность. Я бы сказал так, что я не очень понимаю, почему именно в связи с какими-то последними событиями эта пьеса в этом плане вот должна какими-то наполняться новыми смыслами. Смыслами, полицейский произвол в России, он... Вот сколько полиция существует в России, столько существует полицейский произвол. Ничего нового с этими пытками не произошло. Но для широкой аудитории стали об этом больше говорить, больше обращать внимание. Может быть, кто-то не знал об этом или не задумывался? Ну, об этом труду не знать, если это надо быть совсем. Не задумывался. Сидеть в глухой деревне и смотреть Первый канал, чтобы так не знать и не задумываться. Это, мне кажется, все знают. И то, что сейчас какие-то... Понимаете, много очень историй про пытки в полицейских участках. Они постоянно, каждый год что-то с этим происходит. В тюрьмах, сколько вот, собственно, весь постсоветский период постоянно новости такого плана идут. Я лично в этом ничего нового не вижу. Как у нас полицейский произвол был, и он и в Советском Союзе был, и в Российской империи был. Но это наша, к сожалению, реальность такая. Очень несовершенная. Я совершенно не думал сказать новое слово о полицейском произволе. О нем уже сказать нечего. Просто мне об этом... Я даже, ну, он вот есть, вот он такой, как бы. Мне просто... Нет, мне хотелось какую-то просто абсурдную историю написать. Сделать полицейских немножко другими, чем мы привыкли их видеть в обычной жизни. Сделать полицейских интеллектуалов. А произвол, ну, он, к сожалению, он есть. Но он просто... Это как серое небо. Ну, что же мы про серое небо писать? Давайте открою такое знание, что у нас в России полгода серое небо висит. Ну, мы и так это знаем. Хотела вернуться к последнему роману. Саша, привет. Вы писали у себя в Фейсбуке о том, что планируется экранизация. Никаких подробностей вы не давали. Хотела узнать немножечко. Может быть, приоткройте завесу. Может быть, известно, кто будет режиссер? И будете ли вы работать на сценарии? Ну, пока еще... Пока еще все не определено. И сейчас пока рано говорить. Но есть некоторые предварительные такие намерения. У нас просто сложилось... Сложилось хорошее сотрудничество с продюсером Натальей Макриской и с режиссером Семеном Серзиным. Они сделали фильм. Человек из Подольска. Сейчас уже практически сделали еще один фильм по пьесе «Сведьские показания». Там какое название будет, пока еще точно не определились. Уже фильм снят. Просто там дорабатывается звук. Там уже какие-то финальные такие аккорды делаются. Вот. Но есть, в принципе, намерения. И с этим сюжетом тоже поработать. Ну, посмотрим. Каждый фильм это... Книжку можно сесть одному дома и написать. А фильм требует огромного количества усилий разных людей. Требует денег. Посмотрим, как получится. Но, в принципе, мне кажется, этот фильм можно экранизировать. Он написан практически как сценарий. Там он весь такой... Разложены эпизоды. Там много диалогов. Поэтому я надеюсь, что он как-то будет экранизирован. А вы думали об экранизации, когда писали? Вы знаете, я... Ну, во-первых, конечно, в общем-то, думал. Потому что вот у меня есть в этом плане положительный опыт. Есть фильм «Человек из Подольска», который... Ну, прокат был слабый у нас очень. В силу того, что это был пик ограничений. Только 25% можно было заполнять залы. Прокат был не очень. Но вообще у фильма был успех. Было много позитивной критики. Хорошей. На Кинотавре очень хорошо приняли его. Поэтому я об экранизации... Ну, я сейчас... Ну, я думаю, конечно, об этом. Совсем от этого отвлечься мне трудно. Но вот эту сценарную форму я ее применил. Ну, не столько потому, что думал об экранизации, сколько потому, что мне хотелось отойти от традиционной романной формы. От таких вот... Ну, знаете, как романы. Такие много описаний, таких длиннот каких-то. Как-то... Мне хотелось как-то отойти от... Вот, чтобы это не было таким, знаете, роман-романным. В общем-то, я для этого придумал... Ну, как придумал, не бог весть, какое открытие, но вот нашел такую киноформу немножко. Немножко похоже на сценарий. У нас, к сожалению, подошло к концу время. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. У нас в студии был Дмитрий Данилов, поэт, писатель, драматург. У микрофона Анастасия Жигулина. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго.